Андрей, депутаты сегодня голосовали быстро и слаженно. Выбрали висец спикеров. Ими стали два единороса, коммунист и справедливорос. Кто это, расскажу далее. Важные вопросы о распределении депутатов по комитетам специально решили обсудить через день после выборов спикера. Для того, чтобы народные избранники смогли провести консультации и определиться с тем, в каком комитете будут работать предстоящие пять лет. Но вначале выбирали заместителей председателя Думы. Поскольку законом мне предоставлено право предоставлять кандидатуры на должность заместителей председателя Думы Ставропольского края, предлагаю на должность первого заместителя председателя Думы Ставропольского края кандидатуру депутата Судовцова Дмитрия Николаевича. На должности заместителей были предложены кандидатуры Юрия Гонтаря из «Единой России», Александра Кузьмина из «Справедливой России» и Виктора Лозового, представляющего Компартию. Голосование было тайным. Итог. За всех кандидатов проголосовали почти единогласно. Только Виктор Лозовой прошел в замы со скрипом. 28 голосов за и 17 против. Уважаемый Юрий Васильевич, уважаемые коллеги, признателен за такое высокое доверие. Все силы приложу на благо Ставропольского края и его жителей. Спасибо всем. Затем перешли к выборам председателей комитетов. В Новой Думе их количество сократили до 10. При этом в комитете теперь могут трудиться максимум 9 народных избранников. Думское большинство предсказуемо предложило своих кандидатов на ключевые посты. Все, кроме одного, председатели комитетов из Единой России. Так же, как и их заместители, кроме двоих. Голосование было открытым и почти единогласным. В итоге должности распределились так. Комитет по экономическому развитию торговали инвестициям и собственности. Председатель Тимофей Богданов. Зам Сергей Горло из Справедливой России. Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Председатель Валерий Калугин. Его зам Светлана Терехова. Новый объединенный комитет по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству. Председателем стал заслуженный известный аграрник, коммунист Иван Богачев. Его зам Василий Машкин. Единая Россия. Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Председатель Геннадий Ягубов. Зам Валерий Чернецов. На этом повестка дня первого заседания Думы завершилась. А депутаты приступили к работе над новым краевым бюджетом будущего года. Утвердить его нужно до конца декабря. Алексей Форсиков, Юрий Корниенко, Информбюро.